Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Елена Хромина не может поверить в расставание с Ромой Гриценко. Она не оставляет парня в покое и требует дать их отношениям еще один шанс. У Лены случился нервный срыв, она запустила огрызком яблоков Гриценко и услышала нелестные эпитеты в свой адрес. Саша Черно уже написала уже который по счету пост о том, что она больше не плачет, отпустила Иосифа Аганесяна полностью и готова к новым отношениям. Она приглашает к себе парней на кастинг в Москве. Наталья Варвина опубликует фотографии зимней фотосессии. Кадры получились очень душевными, пишет она. Как вы помните, Ирина Агибалова открыла салон красоты. Многие отмечают, что расценки, которые она установила на такие услуги, как наращивание ресниц, макияж и маникюр, явно слишком завышены. Например, у Ксении Бородиной те же самые услуги стоят в разы дешевле. Неудивительно, что у нее в салоне мало посетителей и запись свободна даже перед Новым годом. Татьяна Владимировна Африкантова продолжает говорить неприятные вещи про парня своей дочери Романа Капаклы. Она убеждена, что он с девушкой только ради проекта и ее сбережений. Марина оплачивает большую часть его покупок, начиная от походов в магазин «Пятерочка» и заканчивая дорогим спортивным питанием. Африкантова старшая говорит, что из-за съеденной химии у Ромы начались проблемы, и он не способен удовлетворить Марину в сексуальном плане. Ольга Бузова продолжает преследовать бывшего мужа. Она не смогла оставить без внимания его новое фото с Настей Костенко. Через несколько часов после фото о Диме и Насти Бузова опубликовала снимок в точно таком же наряде. Благодаря хэштегу «Мне больше не больно» сразу понятно, кому адресовано ее послание. Отчитатели «Комсомольской правды» посчитали Ольгу Бузову самой сексуальной девушкой в стране в 2017 году. Саша Гозиас пишет о том, что никогда не вернется на Дом-2, даже если будет лидировать в голосовании в ТНТ-клаб. У нее в планах улететь на некоторое время к дочери, а потом она отправляется в Таиланд с Костей Ивановым. Гозиас отмечает, что после того, как заговорили о ее возвращении на проект, ей стали писать очень много гадостей, как зрители, так и участники Дома-2. Конкуренцию люди не любят, пишет она. Андрей Чуев отправился с женой в медовый месяц. Они проведут его сначала в Дубае, а потом на Бали. Вика Романец и Антон Гусев отправляются в Прагу. Там они встретят Новый год. Илья Ябаров рассказывает о своем романе с Машей Кахно. Влюбленные уже спят вместе и даже отправятся отдыхать в Дубае после 31 декабря. Им с Кахно очень хорошо вдвоем, но загадывать наперед он не хочет. Возможно, они вернутся на Дом-2 вместе. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.